Огнеборцам необходимо в кратчайшие сроки изучить план торгового центра, эвакуационные выходы и путь подачи воды. По легенде, огонь распространился по всей площади одного из бутиков, из-за чего на втором этаже здания сильное задымление. Задымление у нас 28, и этаж, что звено входит, когда я с зимой включить. Четыре звена газо-дымозащитной службы должны обследовать все этажи, изучить не только объекты торговли, но и складские помещения в поисках пострадавших. Пока одни обследуют, другие приступают к тушению. Параллельно с этим на улице был развернут оперативный штаб по координированию действий. Ситуация осложнилась тем, что появилась новая вводная. На связь не выходит одной из звеньев газо-дымозащитной службы. В таких условиях необходимо найти пострадавших, вывести на свежий воздух и оказать первую помощь. Отработка таких экстремальных ситуаций учит правильно действовать в условиях сильной психологической и физической нагрузки не только огнеборцев. Посещаемость мола от 11 до 13 тысяч человек в день, а количество сотрудников в среднем 500 человек. От оперативности действий руководства центра в случае чрезвычайной ситуации могут зависеть жизни людей, находящихся в здании. Да, у нас работала пожарная сигнализация. Сразу служба охраны вывела всех посетителей, всех арендаторов, обеспечила необходимый радиус, чтобы никто не толпился на крыльце, не стояли рядом с очагом опасности, грубо говоря. И МЧС, соответственно, сразу приняла в работу и начала проводить свои действия согласно своим правилам и своим учениям. Сегодня в пожарно-тактических учениях приняли участие 35 человек личного состава, 7 единиц основной техники и одна специальная. При проведении ПТУ были оценены действия должностных лиц самого торгово-развлекательного центра. Действия считаются правильными, оценка удовлетворительна. С поставленными задачами личный состав гарнизона справился. Такие учения помогают оточить действия пожарных до автоматизма, учат их ориентироваться и принимать правильные решения, спасая не только жизни людей, имущества, но и своих товарищей. Алина Морозова, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск».